Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Камила Татлыева. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. В России разрабатывают систему для контроля ношения масок. Астероид Апофис отклонился от своего курса и летит на Землю. Рустам Миниханов вручил награды сотрудникам Казанского федерального университета за вклад в реализацию государственной и национальной политики. Почетными грамотами были отмечены заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Андрей Большаков, а также профессор кафедры антропологии и этнографии Института международных отношений Татьяна Титова. Директор этнографического музея Елена Гущина была удостоена благодарности президента Республики Татарстан за большой вклад в сохранение исторического и культурного наследия народов по Волжье. К другим новостям. Какой праздник отмечается 6 ноября? Почему он важен для жителей Татарстана? Расскажем в нашем следующем сюжете. 6 ноября отмечается День Конституции Республики Татарстан. Это основной закон, который заложил основы современной избирательной системы для построения правового демократического государства. Вот Конституция Российской Федерации – это воля многонационального народа Российской Федерации. Это не государственная воля, обратите внимание, это воля народа. Вот Конституция Республики Татарстан – это тоже воля народа. По факту, по факту, когда мы говорим о двух Конституциях, это по факту взаимодействие, воля двух народов. Конституцию Республики Татарстан приняли в 1992 году. Это на год раньше, чем Конституцию Российской Федерации. Мы в нашей Конституции закрепили многие параметры общественного устройства, которые не были закреплены в Конституции Российской Федерации 1993 года. То есть мы уже впереди шли по тем параметрам. Ментимер Шаймеев, еще будучи первым президентом Татарстана, также отмечал вклад сотрудников Казанского университета в создание Конституции Республики Татарстан. Разработка Конституции Республики Татарстан, она шла очень интенсивно. Были привлечены очень серьезные силы, в том числе и были привлечены члены нашей кафедры. Рустем Леш-Тарнопольский, Азарин Леш-Каримов. Огромную роль, ну и лепту внес в разработку и Борис Леонид Железунов. Кристина Дыршина, Леонард Влетьяров, Универ Ньюс. Китай после проведения форума сопряжения Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь» решил проводить расчеты в собственной национальной валюте. Переход с доллара на юань Китай объясняет тем, что он хочет избежать потерь и быть независимым от международных санкций. Как повлияет решение Китая на мировую экономику, подробнее в нашем сюжете. Финансовая политика Китая делает упор на стабильность валюты. В сравнении с постепенным устойчивым ростом юаня, доллар действовал более резко и агрессивно. Так, валюта США в свое время обеспечила себе бесконкурентное пространство. Но сможет ли в нынешней ситуации юань стать новым долларом? Да, такое стремление существует, но это не значит, что речь идет о немедленном отказе от использования доллара или евро в международных расчетах. Речь идет о достаточно дальней перспективе. Вот так вот разом отказаться от всех расчетов в долларах или евро просто не представляется возможным. Дело в том, что юань не является официально свободно используемой или свободно конвертируемой валютой. Поэтому в таком виде юань не сможет стать полной заменой доллару. По словам министра по интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Сергея Гласье, нынешнее состояние валютно-финансовых отношений на международном рынке не соответствует интересам многих стран. Кроме того, экономисты-эксперты считают, что появление еще одной валюты на мировом рынке поможет в целом стабилизировать ситуацию. Процесс постепенного перевода международной торговли на недолларовую основу идет уже довольно давно. В том числе и соглашения существуют, соответствующие между Россией и Китаем, по которым расчеты могут осуществляться в рублях и юанях. Тем не менее, пока полностью перейти на бездолларовую основу нереально. Напомним, что в 2019 году юань занимал шестое место по итогам использования валют в мировых расчетах после иены, фунта и франка. Федосия Ершова, Универньюз. На Землю может рухнуть астероид чуть больше Казанского Кремля. Когда это может произойти и каким последствиям приведет, смотрите в следующем сюжете. Астероид Апофис может столкнуться с Землей. Ученые из Гавайского университета астрономии смогли определить, что космическое тело отклонилось от своего курса, из-за чего шанс того, что астероид рухнет на нашу планету, возросла. По словам экспертов, интерес ученых всего мира к астероиду вызван тем, что на данный момент он имеет самую большую вероятность врезаться в Землю. Однако, помимо Апофиса, в космосе есть еще много других неисследованных космических тел. И если честно рассматривать Солнечную систему, то вот эти все астероиды, включая Апофис, это даже не пылинки в масштабах нашей Солнечной системы, ну, очень маленькое такое вот образование. Отклонение астероида от своей орбиты связано с так называемым эффектом Ярковского, когда одна сторона космического тела нагревается, после чего нагретая сторона поворачивается против Солнца, и от космического тела начинает исходить тепловая энергия. И как бы астероид смещается к Солнцу со своей орбиты. Это, конечно, смещение очень небольшое, но, тем не менее, из года в год, из года в год, и получается, что, в конце концов, его орбита очень даже сильно меняет свою конфигурацию. По заявлению ученых, даже если астероид уже упадет на Землю, то масштаб разрушения будет, однако не таким серьезным. Если он упадет, разумеется, в океан, что наиболее вероятно, то, разумеется, будут очень большие разрушения в прибрежных всех районах из-за цунами. Но если упадет на сушу, рядом с жилым каким-то вот... Я думаю, что там на многие тысячи километров все будет снесено вообще. Таких вот ситуаций, что исчезнет человеческая цивилизация, вымрут животные, как уже на Земле не раз происходило. Я думаю, что этого не случится. По прогнозам исследователей, вероятность столкновения Апофиса с Землей в 2068 году равняется одному к 150 тысячам. Однако в космосе, помимо Апофиса, существует еще много потенциально опасных для планеты космических тел. Лев Диденко, Вилета Басова, Универ Ньюс. Средства индивидуальной защиты теперь нужны не только врачам и медицинским сотрудникам, но и всем нам. Однако многие до сих пор игнорируют требования Минздрава России и предпочитают не пользоваться масками и перчатками. О том, что придумали российские специалисты, чтобы контролировать нарушителей, расскажет наш корреспондент. Тотальный контроль или необходимая мера. В России вводят систему технического зрения под названием маска. Благодаря этой системе можно будет отслеживать нарушителей санитарно-эпидемиологического режима. В условиях, когда у нас есть пандемия и наблюдается увеличение числа заболевших, конечно, такой проект, наверное, должен как-то, ну, я не знаю, быть таким необходимым кнутом, который стимулирует граждан носить маски все-таки, чтобы уберечь друг друга. Мнения людей о необходимости этой системы разделились. Скорее говоря, вынужденная мера, к которой отношусь положительно, ну, то есть в общественных местах это необходимо. Тотальный контроль. Ну, скорее всего, просто заставляет, чтобы было. Ну, вряд ли это поможет, так как люди все равно находятся вблизи. Маски работают только при соблюдении социальной дистанции. Так что, если это ведут на законодательном уровне, говорить о том, что мы против или за, смысла уже, ну, не будет. Потому что закон распространяется на всех. Система поможет контролировать ношение масок и перчаток в тех местах, где есть наибольшая уязвимость для людей. Одними из них станут больницы и государственные учреждения. Также разработают мобильное приложение, чтобы информировать людей, ответственных за соблюдение профилактики. Мы по сотрудникам можем знать, где кто работает, да, мы можем дать какую-то неопределенную карту помещения, соотнести ее с углом, под которым видеокамера снимает данное место и, соответственно, выцеплять конкретного сотрудника. То есть даже, может, узнавать не придется по фотографии. То есть если в том углу сидит человек, и мы знаем, что вообще в том углу должен сидеть вот этот сотрудник, то, видимо, это он и есть. Эксперты считают, что данная система сможет эффективно работать только в условиях введения штрафов за несоблюдение эпидемиологических норм. В плане посещения граждан, вот если будут штрафы за несоблюдение масочного режима, то это, конечно же, немножко простимулирует людей соблюдать эти правила. Как и, к сожалению, да, но природа такая, что штраф обычно действительно в каком-то виде улучшает ситуацию. Можно параллельно привести ситуацию на дорогу, когда появились камеры. Кристина Надышина, Леонард Валерьяров, Универ Ньюс. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok